26 заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания страны и Национального собрания Армении состоялось на прошлой неделе в столице республики. Далее для подписания итогового протокола, а также знакомства с компанией Алроса, делегация прибыла в город Мирный. Репортаж наших коллег в Алмазном крае. Рано утром из Якутска в Мирный прилетела делегация из 40 человек. Это представители Госдумы, Федерального собрания Российской Федерации и Национального собрания Республики Армения. Межпарламентской комиссии 18 лет. Сначала все заседания проходили в Москве, но 6 лет назад приняли решение проводить встречи на уровне регионов. В состав Межпарламентской комиссии входит 10 человек от Госдумы, 10 от Совета Федерации и еще 20 человек от Национального собрания Армении. Мы определили и подписали документ, который сказано, что будем рассматривать культурные отношения, отношения культуры и туризма. В последние годы, Николай Иванович, мы очень увлекались экономическими вопросами. Да, решили культурой заняться. И как-то вот сейчас, наверное, конечно, возникла такая необходимость еще раз посмотреть на гуманитарное сотрудничество, на сотрудничество в области культуры. По окончании официальной части для гостей организовали экскурсию по городу и главным производственным объектам. Посетили центр сортировки алмазов, где представлены алмазы разной крупности и частоты, общей стоимостью около 3 миллионов долларов. Армения является серьезным игроком в алмазообрабатывающей отрасли. Поэтому гостям особенно интересно было познакомиться поближе с системой добычи драгоценных камней. Перед Государственной Думой стоит задача, которую она еще не решила, принятие закона об арктической зоне. И, конечно, естественно, включить туда и северные районы Якутии. Поэтому тема Арктики сейчас выходит на первый план и по таким геополитическим причинам, и по экономическим причинам. Члены делегации не упускали возможности сфотографироваться, чтобы в памяти надолго остался город мирный и красоты северной природы. Следующая встреча дружественных стран пройдет осенью, но уже на территории Армении. Продолжение следует...